Так, друзья, мы прибыли. Как у нас место называется это? Хандельс плац Баркербю. В магазин Юла сейчас идём. В магазин Юла идём. Покупать штаны рабочие. Да, будем уходить в лес. Рабочие штаны. Я сейчас уходы покурю, а то я с утра это. С утра не зарядился, да? Не зарядился, у меня сигареты кончились, купил новую пачку. А ещё не попробовал. Так, друзья, вот такой вот магазин Юла. Здесь у нас что продаётся? Штаны? Здесь продаются инструменты, средиодом, электрик. А, рабочие такой, да? Для работы? Да. Для обустройства дома, лампы различные. Всё электрическое, короче, да? Для уборки, там, всякие, моющие средства. Вообще всё, что для дома нужно и для работы. Домашнее хозяйство. Да, да, да. Уход за домом. Электрический прибор различный. Вот как раз реклама штанов. Ох ты, скидка в 100 крон. Вот как на удачу. Да? Вот они стоили 300, да? Ага, ага. Сейчас 200. А тебе вот такие нужны? Блюве, да. Это сникерские. То, что мне надо именно. Как у Робокопа. Сникерские. А сейчас за 199 крон. А сникерские? Что значит? Для этих... Столяров. Столяров. А, для столяров. Так и называют сникерские, да? Или это такой жаргон? Сникери, это плотник, да? А-а-а. Все понял. Понял, понял, понял. Штаны для плотников. Все понял. Это хорошая фирма. Блюве. Просто дешевая, но качественная. Куртки и штаны все очень качественные. Друзья, вот такие вот, как вы поняли, штаны для плотников стоят у нас, если перевести в евро. Стоило 30, сейчас 200. Да. Ну, если грубо, грубо. Минимум 20 евро, но это будет где-то 22-23 евро, да? Примерно такой курс. Вот. Вот здесь еще есть. Это теплая куртка. Тоже этой же фирмы. Тоже скидка 100 крон. Стоило 300, сейчас 200. Хорошая курточка. Она легкая, надежная, ручная. Но это тоже для рабочих, как бы, да? Для рабочих, да? Это отражающиеся желтые. А-а-а. Очень хорошая ткань. Она мягкая, эластичная, но непродуваемая и сохраняет тепло хорошо. Ага. Работа очень хорошая. У меня есть как-то. А они их не носят так просто для себя? Или только на работу? Знаешь, тут иногда такая одежда есть, что не стоит работать. Тоже, чем это. Ну, я как? Я в основном в рабочие дни хожу в рабочие одежды. Утром ехал на работу в рабочие одежды, приезжаю в рабочие. То есть, фактически, у меня рабочие дни проходят в рабочие одежды. В рабочие одежды. У меня штаны и меняют, чтобы тут прилично выглядели. Ага. Каждый год снимаешь. Да-да-да. Так, что у нас тут еще? Ботинки не нужны тебе сегодня? Ботинки у меня есть. Есть? Ботинки, да. Хорошие ботинки. Ага. Вот. У них здесь металлическая, внутри металлическая подошва, чтобы ты мог наступать на гвозди все что угодно. Вот здесь металлическая. Да ты что? То есть, у него тут пластины лежат? Металл, да. Ага. Легкие все. Тут металл, здесь металл и вот здесь металл. Закрывает все твои пальцы. Присмотри. Если что тяжелое упадет, тебе полная гарантия, что с пальцем будет в порядок. И если опять же наступишь на что-то острое, то все идет металл внутри. Ничего себе. Очень. Хорошая. Тут обычно кожа, тут очень. Я даже не мой, я по правде говоря, даже не предполагал, что такие ботинки существуют. Да, говорит цена. Ага. Или покупать фирменные какие-то там за 2000 крон, да, они будут смотреться ну не намного лучше этих. Да-да-да. Они утепленные там типа. Зато у тебя опять же гарантия безопасности. Ну да. Даже в твои походы ходить. Я уже задумываться начинаю. Зачем отдавать за 200-300? Ну конечно туристические, специальные магазины. Там очень дорого. Там крайне дорого. А вот здесь и цена, и качество, и как бы все соответствует. И наверное они удобные. Носить, когда носишь удобные, да? Да, да. Они разные варианты есть. Вот. Вот маечки, смотри. Всего 50 крон. Очень красивые. 50 крон это и 5 евро у нас минимум. Тоже хорошая ткань. Ага. Я такие ношу на работу беру. Сейчас даже возьму эту майку, если вот такая будет. Ага. Мне нравится вот сегодня. Видишь, Нью-Йорк. Все предположено. Ага. Верно. Верно. Так, вот еще ботинки. Тоже, да, с этими, наверное, железками, скорее всего, или нет? Да, да, да. Тоже самое. Здесь железки, здесь железки. А у них как-то они обозначаются? Скют, это защитные. Ага. Защитные ботинки. У меня такие есть. Очень удобные тоже. Ну, эти немножко потяжелее, они мощные сделают. Толстые железки. Толстые железки. Вот когда на работу устраиваешься, ты должен сам покупать такие вещи или же тебе это как бы все входит? По закону фирма должна выдавать. Выдает. Да. Угу. Но мне лично не выдает, если такой контракт. Угу. Допускается, при моем виде контракта допускать, что у меня одежду не выдают. Угу. Ну, зато у меня, допустим, я работаю 6 часов фактически здесь, он мне платит за 8 часов. Угу. Ничего себе. Два часа он мне накидывает, ну, сейчас вот это и как можно с этим покупать. Да, да, да. Инструмент он мне обеспечивает, вот, и действует одежду я уже ставлю. Ну, опять, даже лучше, потому что… Сам выбираешь, да? Магазин саму примерить, что всякие варианты есть, да, что мне нравится, что покупаю. Да, да. На фирме обычно выдается все одинаковое, все. Но так как у нас фирма маленькая, я у него один сейчас остался. Угу. Он шеф мой, и я. Ахахаха. Двоем, да? Скоро шеф тоже уволится, я думаю. Нет. Просто такой вариант, что у меня еще головной боль искать работу для большой массы людей. А, да, да, да. Но раньше было много, потом он так прикинул, что ему это, ну, головная боль постоянно, знаешь, в заботах искать объекты, распределять, контролировать. Ну, это же доход же или нет? Да, ну, у него, понимаешь… Или он уже запарился просто? У него еще два таксомотора, да. А-а-а. Один шофер. Ага. Он, значит, или работает, мой шеф работает со мной по стройке, он будет в одном месте и в другом. Если он устал, он переставляется на такси, а у меня на каком-нибудь строительстве. Ничего себе. Катается на такси неделю, отдыхает тогда. Угу. То есть, зарабатывает за деньги. То есть, меняет работу? Угу. Меняет работу, так. Поздноплатно. Угу. Угу. Интересно, у него рабочий этот график вообще. Так, все, да, покорил? Ну, пойдем. Друзья, в общем, как вы поняли, вот такие вот здесь одежда для работников. А это что такое? Салфетки? Это рукавицы. Пакет рукавиц, 50 штук. Ага. Виниловые. Ну, это для обычных тех, кто красит. Ага. Не пачкать руки. Угу. Ну что ж, пойдем тогда. Так, если вдруг к нам запретят снимать, друзья, смотрите Анзор ТВ. Двигаемся в Голливуд, в Солнечную Калифорнию. Пока же будем заходить. Так, корзинка нужна? Ладно, не будем брать тяжелое, наверное. Ну и сколько здесь товаров вообще. Да. Понимаешь, чем хороший магазин? Угу. Тут, в принципе, все есть. Есть еще аналогичный магазин Bauhaus, да? Угу. Угу. Там примерно такой же закинет, но более крутые фирмы. И, естественно, цены на все дороже. Но вот здесь довольно-то неплохие. То есть это один из дешевых, можно сказать, магазинов, Дешевых магазинов с качественной продукцией, да? Это все качественные. Ручки, посмотрю, какие. Угу. 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 Три евро. Три евро вот такая отвертка стоит. Вот их много. Тут наборов разных. Они у них очень интересно так сделаны, в плане того, что, как будто, знаешь, как для детей. Да, очень удобно. Ты смотришь на рабочего, он выглядит как-то красочно. Да, очень удобно. Да, и удобно, естественно. Почему красишь? То, что бывает инструмент разбросан. Да, да, да. На большем месте. Ты сразу по цвету вот, если яркий свет как бы видишь, да? Ну, есть разные. Как-то сам рабочий уже другой становится. Вот не грязный какой-то, это бичара какой-то. Да. А такой рабочий, можно сказать. Да. Вот всякий набор. Можно такой наборчик взять. И тут как бы все необходимое для таких домашних работ для тебя есть. Это сколько он стоит? 40 евро примерно. Ну, дорого. Дороговато, да. Он большой, видишь какой. Раз, два, три части. Он хоть и так закрывается. Ну, тут все есть, да? Все практически. Убийцы есть. Ну, по большому счету 40 евро, это тысяча... Сколько? Четыре до четыре. Шестнадцать же? 1600 рублей. То есть, я не думаю, что это так дорого даже. Да. Но я имею в виду, если сравнивать. Я думаю, что в Москве. Друзья, я не знаю. Вы напишите, кто... Я просто в такие магазины не ходил, когда в Москве жил, но... Или когда в России жил. То есть... Или в Украине, кто живет. Сколько у вас такие? Примерно, я говорю. Стоит. Потому что мне кажется, что это все-таки недорого. Вот я пользуюсь вот такими инструментами, да? Именно такие раскраски. Подзельности покупаю. Вот это очень удобно. Видишь, она раздвигается. Это трубы откручивать или что делается? А все что угодно. Любые гайки, да. А, ну да, да. Гайки. Красочная. Хорошая краска такая. Здесь как будто для детей все это сделано. Здесь все здоровые. Еще такие. Да. И мы сейчас пойдем в рабочую. А вот станочки у них. Это чтобы крепить, да? Вот эти штуки здесь. Какую-то деталь крепишь и потом обрабатываешь. Да, да, да. Для ручных работ. Я помню, в школе на труде вот такие стояли у нас. Обычно вилла, они устали дороже у себя. Это самое. Какие-то детали точно. Тиски, да. Тиски, да. Вот разные стисочки. Понимаете? А стоит вот этот, друзья, видите? 50 евро стоит. Вот этот стоит 500. Ой, нет. 50 евро. Ой, нет. Это 5 евро стоит. 5 евро. Не 50, а 50, да. 5 евро. Вот этот 50 евро большой. Это тоже 50, этот 60 евро. То есть, чем больше, тем дороже. В общем, все очень просто. Так, что еще тут интересного? И тут и ванны, и тут все есть. Вот эта для ванны мебель, она простенько выглядит. Ага. Ну, опять же, дешевле, чем в Баухаусе, допустим. Хотя, в принципе, из тех же материалов сделаем все. Ну, я не знаю, в России все это дешевле. Потому что вот этот шкафчик стоит, например, 80 евро. Я не знаю, как по-российски. Друзья, вот такой шкафчик 80 евро. 80 евро. У него подсветки нет, дополнительной подсветки можно покупать. Угу. 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 Вот 80 евро. Тоже 80 евро, да? 150 или 160. Так, простенько, шведский стиль такой. Угу. Угу. Так, что ж, пойдем дальше. Что у нас тут еще есть? Трубы. Да, я говорю, тут практически все. Вон какие-то моторы там стоят, смотри. Компрессоры. А, компрессоры, да? Что это вообще? Ну, хорошая вещь, конечно. Они вообще для чего вот эти вот? Это с водой что-то? Годинаид. А, насосы, точно, точно. Насосы, компрессоры. Да, да, да. Да, видите, вот такой насос, смотрите, какой здоровый. Стоит около 300 евро, получается. Ну, это насос для, написано, для огорода, да. Насос для, это вот это поливочный такой, да? Да, ну, можно качать это самое. И поливочный, да. И воду качать. Можно качать скважную воду. Ага. 70 евро. Ну, я этим делал не знаю. 70 евро. Да, я как бы, мне это не нужно. Угу. 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 Вот это тоже получается, да? Или это с газом что-то связано, нет? Смотри, какие-то. Вот это. Компрессор наверное. Да. 130 евро стоит. Я не знаю, что это. Но вот стоит 130 евро. Компрессор. Ага. Это вот тоже насосы. Угу. 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 так ну что ж пойдем дальше такие вот отопительные плиточки стоит 30 евро примерно разогревчик или это другого электрический выгоднее брать масляный польские я думаю в польше они два раза дешевле стоят вот смотрите друзья вот такой 100 евро стоит вот кто живет в польше зацените вот такой аппарат стоит а вот такой вот аппарат да здесь он стоит 100 евро это кондиционер или что это подогреватель так пойдем дальше в общем в розетке электричество лампы только нет рабочий а вот одежда сколько стоит вот эта штука это со скидкой стоит сейчас какая-то ты не вижу что написано 79 или 479 ничего себе то есть 50 евро стоит вот такой брони этот какой этот как его назвать мастерка мастерка такая рабочий лист и материал как тут он свитера какие-то есть притом вот такие в шведском национальном стиле понимаю кто кто любит с народным умыслом это не специально 13 номер типа счастливый тоже сейчас тоже 13 тоже курточка это вот это который на рекламе была на 100 крон скидка 200 крон за вот за 20 евро вот такая вот куртка ведь вот такой штукой если автостоп кстати ловишь очень хорошая вещь надо светиться это вот эти ботинки которые мы видели это другие другие интер это фирма а это 100 евро стоит за 100 евро вот такие вот тут тоже металлическая внутри тоже металлическая пластина утепление надежная всю жизнь да это вот эти сникерсы которые правильно я еще люблю что без карманы такие висячие ну ладно три кармана карманы здесь тоже 3 а еще тогда все нормально размер ты знаешь вот такие вот делаете здесь даже какие-то детские носки продаются или это не детские они не детские просто они цвет такой у них женский да 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 то есть для женских рабочих видите такие толстые то есть это теплый теплый допустим если зимой женщина берет потолок или красит пол или что еще может может делать такие вот носки можно одевать стоит они у нас а вот они 10 евро стоит они вроде бы нет и 10 7 евро а там со скидкой только большие размеры получается наколочка такая вот так вот или раскупили 54 вот какие карманы хочу вот так висел а сверху что висели да да это мне удобно сейчас какой-то 54 интересный какой размер у них раскупили хочешь другой поедем этот магазин который или там дороже будет непонятно какой размер 10 50 50 невериковато у нас 48 вот 54 там 54 там 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 Субтитры сделал DimaTorzok Наушники продаются, я так понимаю, что эти наушники для того, чтобы когда ты работаешь, тебя не глушило. Скорее всего, я такие видел. Джон, вот эти наушники, это же чтобы тебя не глушило, когда работаешь, да? Или для чего? Еще наушники, радио наушники, уже с встроенным радиом. То есть на рации чтобы была? Нет, радио слушать. А, просто радио слушать. Да, ты надеваешь, чтобы не просто глушить. А еще слушаешь радио. Если глушает посторонние звуки, ты слушаешь радио. Угу, нормально. Вот так вот работает. Видите, штука висит. Это скорее всего, чтобы они своровали вот этот набалдажник. Стоит он... Стоит непонятно сколько, правда. А вот, но они не дешевые. Около 70-80 евро стоят они. Ну, до 100 евро. Поэтому висит этот набалдажник у них. Здесь перчатки. Вот, каски тоже есть за 5 евро. Каски. Да, вот такой вот строительный магазин. Так, где у нас Джон? А, вот. Ну, что? Вот мои размеры. Все 48. Ага, уже растащили. Вот они со скидки. Все растащили. Самый ходовой размер. В общем, все работники в Швеции, самый ходовой 48 размер. Да. Смотри, вот ни одного варианта моего нет. Да, да. Стоит, пожалуйста. Да, да. Стоит, пожалуйста. Так. 50-х валом, кстати. А вот такой, такой не хочешь зеленый? Нет. Нет? Это извращенчество. Кислотный такой. А хаки такой, будешь как партизан? Нет. Нет? Нет, для моей работы надо что-то черный, синий или серый. Ага. Такого плана. Так, жалко, жалко. Не вижу, что такое сомнение. Какое сомнение. Я в эту сторону. Так, друзья, покажу вам, что тут еще имеется. Пока идет выбор брюк, чтобы время не терять. Вон, лопаты. Видите, сколько лопат. Разные, разного вида. Разных размеров. Вот какие-то еще приспособления. Не знаю, что это, но что-то с копанием в земле связано. Вот смотрите, что-то там происходит с землей. Вот аппараты тут какие-то с этими, с моторами тоже. А вот нам дерево, это кажется, что-то делать, рубить что-ли дерево или резать его. В общем, в любом случае, сюда вставляешь дерево, видите. А дальше уже с ним что-то делаешь. Ну, что с ним делаешь? Не знаю. Интересно. Стоит 130 евро такая штука. Вот такие вот вещи, чтобы пыль не попадала. Там еще какие-то вещи не попадали. Каски, ботинки. Пила такая, как в лицо со шрамом такой-то, для Тони Монтана. Стоит она у нас 80 евро. А эта вот штука, она, кажется, подстригает газоны. Или нет? В общем, что-то она делает. Видите, она прицепляется. Человек ее в руках держит и с ней ходит. Я просто видел, как они траву стригут. Вот такая штука, похожая, по крайней мере. Вот, вот такой вот примерно вариант. Газон-косилка, скажем так. Да, здесь валом вещей, валом. Вон, велосипеды тоже продаются. Ну, почем железный конь? Вот, смотрите, велосипед стоит 250 евро минимум. То есть, 270 евро примерно вот так. По крайней мере, вот этот. Вот этот я не знаю, сколько цены у него нет. Вон, гантели есть. Штанга, точнее, если говорить точнее. Вон, 20 евро стоит вот такая штука. Одна вот этот гриф этот, или как он называется, 20 евро стоит. Есть вот этот вот, для любителей потыкать острым. 10 евро стоит. А это такой, типа, спальный мешок, что ли, маленький. Нет, это полотенце. Что-то вроде этого. А, вот оно. Да, что-то на полотенце похоже. Не знаю, что это, но похоже на обычное полотенце. О, ничего себе. Вот такие вот дела тут. Смотрите. Разными шпульками стреляет. Видит, стоит 80 евро вот этот револьвер. Вон, тот стоит 30 евро. Непонятно, чем он стреляет. Какими шариками, наверное, они стреляют, скорее всего. Вон, тот стоит у нас 880 евро. Вот этот. ТТ-шник, типа. Вот этот тоже стоит 80 евро. Вот они еще стоят здесь, оказывается, ружье. В общем, 130 евро, 80 евро. Такой арсенал. Но в любом случае, это... Это... Это, как его... На кабанов с такими волынками ходить точно нельзя. Насколько я понимаю. Друзья, вы, я думаю, все профессионалы. Напишите. И также, кстати, у меня подписчик, который охота видео. Вот я думал, что он точно разбирается, что вот здесь вот показано. Насколько я понимаю, это все такое пневматическое. То есть, в общем, так полуигрушки, скажем так, представлены здесь. Так, ну что ж, пойдем дальше. Вот бинокли разные есть. Ножи, бинокли, чего здесь только нет. 40 евро, 30 евро. Кстати, друзья, не забывайте, что мой нож разыгрывается еще до сих пор. Потому что 3 месяца срок. Срок заканчивается, срок розыгрыша заканчивается в ноябре. Поэтому еще есть время выиграть швейцарский нож. Вам для этого надо всего лишь поставить одну букву под комментарий оставить. И все, больше ничего не надо. И вы становитесь автоматом-участником розыгрыша этого ножа швейцарского. Как он назывался, не помню. Самая известная фирма. Так, здесь смотрите, какие блатные сапожки у нас. Один сапог. Такие серьезные, такие штаны. Для нефтяников. Чего здесь столько нет, а? Для собак, что ли, это или что это? Ошейники какие-то. О, плита. Видите, есть. Прикольно было, если еще такую плиту с собой таскать. У меня мой чайник, я думаю, вы видели его. Представляющий, вот с такой плитой еще таскаться. Притом, смотрите, как она упаковывается. Видите? Взял, где-нибудь расположился, сделал свое дело. И потом собрал и пошел дальше. Но если конь есть, если на машине, то, конечно, это очень удобно. А так с собой таскать, естественно, это невозможно просто. Потому что даже небольшой груз, он со временем создает такую нормальную проблему. Вначале кажется легко, но потом это становится очень сложно. Даже маленький грузик. Вот, есть вот такие жилеты спасательные. Здесь тоже какие-то моторчики, это вот эти вот для подтягивания. Видите, тросы. Тросы, смотрите, сколько тросов. Здоровые тросы. И там стоит 80 евро, вот этот 20 евро стоит. Вот этот 17-16 евро. Такие вот механизмы. Даже колесо здесь есть за 70-80 евро. Не знаю, от чего это. Джигуленка, что ли, какого-то колесо. Тут вообще есть все, этим словом. Реально. Очень интересный магазин. Фары, отражатели эти, стопы. Рули какие-то даже спортивные. Типа, типа тюнинг какой-то. 30 евро. Вот такой руль, вот такой руль тоже 30, около 30 евро стоит. Вот он, смотрите. Так, друзья, если у меня запись сама собой закончится, то знаете, что так получилось, потому что я не знаю, какое количество времени здесь у меня есть свободное. Сейчас снимаю на телефон. И в любой момент, когда места мало, она может закончиться. Так уже бывало не раз. Видите, здесь вот эти колпаки, диски, не диски, а вот эти вот сверху то, что идет. Тоже не знаю, какие цены у них. А вот цены. 20 евро стоят вот такие. Такие тоже 20 евро стоят. Но такие пластмассовые. Самые, самые такие простые, скажем так. Чисто так. Вот 18 евро. Вон, дрели. Вроде бы, это дрели. Может и не дрели. Какие-то интересные концы. Но типа дрели. Хотя нет, это не дрели, точно это что-то другое. Но тоже по такой же системе не работает. Стоит 30 евро. Это вообще какой-то агрегат. Насос, что ли, надувать, не знаю. Электрический, возможно. Вот такое здесь количество разных интересных вещей. Сейфы даже есть. Вот, пожалуйста. Если у вас, если у вас была мечта идиота, и вы уже миллионер, то можно вот за 100 евро приобрести себе вот такой ящик. И таскать его с собой на горбу. Чтобы реально чувствовалось. Вот этот за 40, за 35, за 37 евро. Есть вот такой маленький. Всего лишь за 10 евро. Кстати, приделанные малюсики. Такой, как аптечка. Так, здесь разные ведра. Здесь вот эти для уборок. Скорее всего, уборки, пылесосы. Видел, пылесос. 70 евро вот такой пылесос стоит. Вот даже фены здесь есть. Вот, пожалуйста, фены за 10 евро. Фен, вот этот 20 евро. Чуть побольше 20, поменьше 10. Маленький совсем, 8 евро. Вот этот, правда, чуть навороченный. 30 евро. Видать, мощность у него побольше. Есть это для подстрижки, для бритья. То есть, такие вот вещи тоже. 20 евро, 40 евро. 17 евро. То есть, все тут. Чайники. Как сейчас надо найти нам Джона. И пойдем дальше. Туру-туру-туру. Туру-туру. Туру-туру-туру. Туру-туру-туру. Ту-туру. Ту-ту-ру. Я думаю, в этом районе он уже завершил.